Доллар стал дороже евро. По сообщению Национального банка Молдовы, сегодня американская валюта стоит 19 леев 39 банов, а европейская 19 леев 26 банов. Как считает экономический эксперт Вячеслав Иоаннице, росту доллара способствует несколько факторов. Общий контекст кризиса. Люди считают, что положение дел не очень хорошее, и это действительно так. Идет война, идет энергетическая война, и это пугает инвесторов. А когда они пугаются, они прячутся за долларом. Второй элемент специфичен для Европы. Европа сейчас находится в состоянии, можно сказать, объявленной энергетической войны. По словам эксперта, крепкий доллар выгоден тем, кто покупает автомобили и квартиры в евро, а получатели денежных переводов из рубежа и строительные компании в проигрыше. Эксперт также предполагает, что европейская валюта в долгосрочной перспективе восстановится. Предельный объем дров, реализуемых одному домохозяйству, увеличен с трех складометров до пяти. Решение принято Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям. Как сообщается в пресс-релизе правительства, древесину можно приобрести двумя партиями по прошлогодней цене. Стоимость дров лиственных пород составит от 550 до 875 леев за складометр. Тот же объем древесиных войных пород будет стоить от 350 до 475 леев. Для этого исполнительная власть выделила агентству Молтилва более 64 миллионов леев. Лесхозы будут продавать древесину только бытовым потребителям и госучреждениям, в том числе образовательным. По данным правительства, ежегодно в холодное время года потребители используют около 1 миллиона кубометров древесины. Для обеспечения доступа населения к дровам в этом году агентство Молтилва заготовит около 800 тысяч складометров дров. С этой целью Кабинета министров принято решение о досрочном проведении в Национальном лесном фонде лицотехнических работ, запланированных на весну 2023 года. Ассоциация Форца Фермиери Лор направила новое обращение премьер-министру Наталье Гаврилице, а также президенту страны Майе Санду, в котором настаивает на проведение встречи с главой правительства для анализа требований, принятых накануне административным советом ассоциации. Среди требований предоставления налоговых льгот сельхозпроизводителям отсрочка платежей по кредитам, а также обращение за финансовую помощь к внешним партнерам. В противном случае фермеры грозят акциями протеста. Представители правительства заявили для ТВ6, что у фермеров завышены требования, которые необходимо проанализировать. В администрации президента на наши звонки и сообщения по этому поводу никто не ответил. В заявлении Национальной Федерации Фермеров Ассоциаций Форца Фермиерилор и Молдова Фрукт говорится, что несмотря на предупреждение сельхозпроизводителей о тяжелой ситуации в аграрном секторе, их проблемы до сих пор остаются нерешенными. Мы просили госструктуры о более оперативном вмешательстве. Одним из решений могло бы стать введение чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве или решение комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое позволило бы пострадавшим аграриям реструктуризировать свои долги, отстрочить штрафные санкции. Эти дискуссии проводятся уже почти два месяца, но никаких конкретных мер не принято. Председатель Национальной Федерации Фермеров тоже считает, что ситуация в отрасли сложная. Фермерам грозит банкротство, если власти не предпримут меры. Засуха, российская эмбарго, рост цен и множество проблем наших фермеров, которые просят у государства немного, просят решить три проблемы. Речь идет об отсрочке платежей коммерческим банкам, об отсрочке уплаты налогов и сборов. И в-третьих, мы предложили определить финансовые ресурсы для выплаты компенсаций тем, кто пострадал от стихийных бедствий в 2022 году, в частности от засухи. Представители фермерских объединений утверждают, что встреча с премьер-министром должна состояться не позднее 12 сентября. В противном случае они грозят акциями протеста. В ответ на это в правительстве сообщили, что встреча с фермерами рабочей повесткой премьер-министра Натальи Гаврилицы не предусмотрена, а их требования в Кабмине считают чрезмерными. Это достаточно тяжелые требования, которые, разумеется, нужно проанализировать. Фермеры просят о введении чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве. Они привязались к этой идее и ни при каких обстоятельствах не могут от нее отказаться, поскольку считают, что режим ЧАЭС быстро решит определенные проблемы. 5 сентября министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля заявил, что государство полностью компенсирует акцистно-дизельное топливо для малых и средних фермерских хозяйств, а компенсация для крупных предприятий аграрного сектора составит 30%. Министр также заявил, что не видит необходимости вводить чрезвычайную ситуацию в отрасли. Ранее пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Даниэла Туркулец сообщила нашему телеканалу о проведении регулярных встреч с отраслевыми ассоциациями, на которых обсуждались существующие проблемы и пожелания. Министр Владимир Боля объявил о взаимодействии с Минфином в том, что касается предоставления налоговых льгот. Речь, в частности, шла о возврате НДС, чтобы фермеры могли погасить различные платежи. По словам Туркулец, в результате дискуссий с коммерческими банками достигнута договоренность о том, чтобы сельхозпроизводителям с хорошей кредитной историей была предоставлена возможность вести переговоры о пересмотре условий кредитования. Продолжает акции протеста. Активисты и сторонники политформирования рано утром провели флешмоб перед домом, в котором проживает президент Майя Санду, после чего направились к зданию администрации главы государства. По словам участников манифестации, они стремятся донести до Майя Санду, что больше не справляются с повышением цен и требуют, чтобы президент активизировалась и попыталась облегчить жизнь людей. Никто из представителей администрации президента не вышел к протестующим. Пресс-секретарь Майя Санду Сарина Штифырца сообщила, что учреждение, которое она представляет, не представит какой-либо реакции на проведенный протест. Держа в руках плакаты с лозунгами «Майя Санду уходи» и «Долой Майю Санду», участники акции протеста сообщили, что решили прийти к дому, в котором живет президент, чтобы выразить недовольство тем отношениям, которые глава государства проявляет к людям. «Всем недовольны. Нас такой президент не устраивает, которого не заботится о народе и ни о ком. Он только знает закрывать и больше ничего. Сесть и улетать. Люди недовольны таким. Пусть они по-хорошему сложат свои ласты и пусть уходят. Потому что это не президент, который не думает за народ вообще. Мы устали от такой жизни. Хотим хорошее время, как они обещали, время рубония. Но ничего такого нет. На такой маленькой пенсии не проживешь. Такие цены. В общем, люди за хорошую жизнь. Ну, две тысячи лей, как вы думаете. Сейчас платите за то и за то и за то. Конечно, не хватает. Вот хочется что-нибудь такое вкусненькое, но я не могу себе позволить. Затем акция протеста продолжилась перед зданием администрации президента. Нет такого, на что бы не повысили сцены. На ту же туалетную бумагу, на те же спички, абсолютно на все. С гречкой там были примерно 13-16 лет, сейчас 26 лет. Абсолютно все, по сравнению с прошлым годом, все абсолютно поднялось ровно в два раза. Какие продукты и в три раза. Молоко было 8, стало 16. Как бы, ну, элементарные все продукты, они абсолютно все, абсолютно все подорожало. На газ не хватает, сейчас будет 29 рублей. А у меня пенсия 3 тысячи. Покупаем то, что просроченные продукты. Вот поэтому и ходим на протесты, чтобы, может быть, что-то мы смогли добиться. Чтобы как-то улучшить нашу жизнь. Я вот вообще не представляю, если газ будет 29 рублей. За реакцией на состоявшийся флешмоб мы обратились к пресс-секретарю главы государства Сарени Штефырце, которая ответила нам в сообщении, что в президентской администрации не будут комментировать прошедшую акцию. В предыдущих своих ответах она подчеркивала, что Молдова является демократическим государством, граждане которой вправе выражать свое мнение, в том числе на акциях протеста. Тем временем Майосанду заявила на экономическом форуме в Афинах о необходимости срочных мер, чтобы остановить галлопирующий рост цен, и людям не приходилось бы выбирать между хлебом и свободой. Отметим, по данным Национального бюро статистики, средние потребительские цены за последние 12 месяцев выросли на 33,55%. В том числе на продовольственные товары на 36,4%, непродовольственные на 24,1%, услуги населению на 43,51%. В целях социальной поддержки населения власти повысили минимальную заработную плату в бюджетной сфере на 60%, а в реальном секторе экономики на 20%, до уровня в 3500 леев. Недавно министр труда и социальной защиты Марчелс Пытарь заявил, что 60% населения получат компенсацию при оплате счетов за газ и электроэнергию, но при этом признал, что лишь 1% граждан может позволить себе оплачивать текущие тарифы на свет и газ. Он уточнил, что потенциальные получатели компенсации должны будут доказать свою финансовую уязвимость и указать долю расходов на оплату счетов в семейном бюджете. Минимальная пенсия также была увеличена на 60%, а в апреле проиндексирована на 14%. Недавно правительство объявило о разработке новых мер поддержки в связи с ростом цен. С 1 октября лица с доходом менее 5000 леев получат единовременную материальную помощь в размере 1500 леев. Власти также планируют сохранить размер пособия на холодный период года на уровне 700 леев. Зарплату бюджетникам предполагается увеличить на 5,5%, работникам медицинской сферы на 10%. В то же время госслужащие, зарабатывающие менее 15 тысяч леев в месяц, получат единовременную помощь в размере 3000 леев. По данным Минздрава, с начала августа в Кишиневе зарегистрировано более 600 тяжелых случаев аллергии на амброзию. Глава муниципального управления здравоохранения Борис Гылко заявил на пресс-конференции, что реальное число лиц, страдающих от амброзии, в 10 раз выше. Специалист сообщил, что возглавляемое им ведомство обратилось в Минздрав, Национальную компанию медицинского страхования и правительство, с предложением включить препараты для лечения аллергии на амброзию в перечень компенсируемых лекарственных средств. Однако, по его словам, в министерстве ответили, что городским службам нужно больше уделять внимание борьбе с опасным растением. Борис Гылко обратил внимание, что количество случаев аллергии в период цветения амброзии стремительно растет, как в столичном муниципе, так и по всей стране. Только в поликлиниках зафиксировано более 600 обращений пациентов с тяжелыми формами аллергии. Согласно международной методологии, утвержденной Всемирной организацией здравоохранения, для получения показателя, близкого к реальному, заявленное число следует умножать на 10. Что это значит? Что у нас только в муниципе Кишинев минимум 6 тысяч человек в августе серьезно пострадали от амброзии. Однако я уверен, что в действительности их количество на самом деле еще выше, а на национальном уровне еще больше. Как утверждает глава столичного управления здравоохранения, перед тем, как лечить аллергию, нужно провести ряд дорогостоящих тестов. Однако они не входят в перечень услуг по медицинской страховке. Специалисты управления считают, что в список компенсируемых лекарств следует добавить ряд препаратов и включить проведение аллергопроб в медстраховку. С таким предложением в адрес Минздрава обратилось руководство Кишинева. Наш телеканал связался с представителем министерства, чтобы узнать официальную позицию по этому вопросу. Пресс-секретарь ведомства Елена Мудрый ответила в сообщении, что свою позицию Минздрав выразил в пресс-релизе, опубликованном 30 августа, в котором рекомендует столичным властям регулярно уничтожать амброзию, а не только в период цветения в августе-сентябре. В свою очередь на пресс-конференции глава Ассоциации зеленое хозяйство Виктория Ковль заявила, что городские службы ежегодно задействуют около 250 человек и десятки единиц техники для уничтожения сорняка на территории города. В прошлом году это растение уничтожили на площади в 41 гектар с применением различных методов, как технических, так и химических. К техническим относим вырывание растений и их кошение 3-4 раза за вегетативный период. Как отметила Коваль, в прошлом году на это был потрачен 1 миллион леев. По словам вице-примара Комуны Крикова, серьезные масштабы принимает эта проблема и в пригородах столицы. Если что-то обнаружится, коммунальное управление едет и уничтожает. В других муниципиях, селах может быть проблемы еще больше. Сами видели, у нас пастбищ толком нет, ничего нет. Жители муниципия обеспокоены тревожной статистикой. У нас очень много случаев аллергии на амброзию. Моих коллег у знакомых. С этим нужно срочно что-то делать. Никто с ней не борется. Она разносится ветром, эти семена. И вот, например, здесь ее нет, потому что здесь ухаживают. А там, где не ухаживают, где такие земли, вот там надо штрафовать. За невыполнение требований об уничтожении амброзии на частных территориях или участках, находящихся в управлении физических или юридических лиц, предусмотрен штраф в размере 6 тысяч леев. Сообщать об очагах зарослей амброзии граждан просят в притуры всех секторов столицы, в Управление по охране окружающей среды и Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Олеся Кайряк. Подробнее об этих и других событиях расскажем в последующих выпусках программы. Не пропустите время новостей в 21.00 на телеканале ТВ6 и в 22.30 на Архея ТВ. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok